Наука считает плотоядным любое животное, предпочитающее поедать других животных. Очень многие из них входят в отряд хищных родственных друг другу млекопитающих, обладающих устойчивыми навыками охоты. Но, как ни странно, некоторые плотоядные не едят плоть. Например, панды, которые только тем, и занимаются, что уплетают бамбук. Эти милые животные очень похожи на своих родичей, медведей, придерживающихся традиционной для хищников диеты, и ученые лишь совсем недавно выяснили, как они стали вегетарианцами. У всех представителей отряда хищных есть ключевые общие черты – острые зубы, когти, а также кишечник, микрофлора которого легко переваривает мясо. Первые два признака у панд наличествуют. Не так давно выяснилось, что с плотоядными бактериями у них также полный порядок, и микробием кишечника на самом деле больше подходит для мясоедства, чем для вегетарианства. Надо понимать, что у травоядных животных по сравнению с плотоядными гораздо более сложный тонкий кишечник. Он замедляет прохождение пищи и дает больше времени бактериям, перерабатывающим растительное волокно. Для переваривания мяса эта сложная система не нужна. Как бы то ни было, несмотря на то, что панды съедают огромное количество бамбука, до трети массы своего тела в день, их кишечник по-прежнему такой же, как у других плотоядных. Предки этих животных питались мясом. Сами они тоже иногда разнообразят свой вегетарианский рацион насекомыми, птичьими яйцами и даже небольшими млекопитающими. Однако доля этой пищи не превышает 1% от съеденного за день. Естественно, ученым было интересно узнать, почему пищеварительная система панд не перестроилась под травоядную диету. В 2019 году была опубликована научная статья, утверждающая, что это связано с особенностями бамбука, на который переключились панды, отделившиеся от хищных предков миллионы лет назад. Ее авторы обратили внимание на то, что части растения, поедающиеся животными, содержат много белка и мало легкоусвояемых углеводов. По своей структуре это скорее мясо, чем привычная нам зелень, и именно поэтому панды с такой легкостью изменили свой рацион питания. Авторы исследования подкрепили свои выводы непосредственными наблюдениями за животными. Они выяснили, что панды преодолевают значительные расстояния, дабы полакомиться побегами и листьями двух видов бамбука, произрастающих на разных высотах. В начале года герои нашего повествования кормятся измерительным феноменом, когда хищник добровольно решил встать на путь безобидного существования. Более того, ему удалось сделать это легко и гармонично, не перестраивая свой организм.